Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Сегодня у нас в гостях наши давние друзья, гости, люди, которые занимаются творческим наполнением всего того, что называется музейным делом. И не только музейным, но и картинная галерея здесь присутствует. Я думаю, что вы уже даже их знаете благодаря нашим эфирам. Но напомню, потому что таковы правила. Директор музейно-выставочного комплекса городского округолюберца Татьяна Крюкова и заведующая картинной галереи Анна Ехера, которая даже побывала у нас в промежутке вообще одна единственная, только про картинную галерею. У нас несколько поводов для встречи. Во-первых, о приятном можно говорить всегда, и для этого не нужно определенных дат. Но, тем не менее, они у нас есть. Это 400-летие городского округолюберца. Естественно, мы узнаем этого, наверное, ближе туда, во второй части. А в первой давайте поговорим о вот этих замечательных музейных днях, потому что май – такой музейный, ну, скажем так, месяц. Ночь музеев, день музеев. Вот, начнем с этого. Татьяна, вам слово. Как к самому главному музейщику городского округолюберца. Ну, во-первых, хочу поздравить всех музейных сотрудников с прошедшим международным днем музея, который мы отмечаем 18 мая. И приглашаем всех на ночь музеев. То есть не успели даже отдохнуть? Да, у нас между днем и ночью всего лишь один день. 19 мая на передых, на выдох, и снова у нас много... 19 мая, кстати, день пионерской организации, можно вспомнить. Тогда вообще не отдыхаем. Тоже музейный, да? Тогда не отдыхаем. Не отдыхаем, да. С чем пришли к дню музеев? Потому что это все-таки праздник всемирный, международный день музеев. Какие ощущения сегодня? Что такое музейно-выставочный комплекс городского округолюберца? Вот если бы дали вам трибуну сейчас, выходите и отчитывайтесь. Что бы вы сказали? Ну, музейно-выставочный комплекс – это три структурных подразделения. Два интересных, увлекательных музея. Краеведческого музея, где можно узнать историю родного края. Музей истории культуры поселка Малаховка, где можно познакомиться с дачной культурой Малаховки. А по городу было... Да. И остается, кстати. И остается, да. И, конечно же, это картинная галерея, где можно получить бурю впечатлений от тех произведений, которые экспонируются в наших залах. Кстати, некоторые из авторов, которые экспонируются, представленные у нас в картинной галерее, это мы вот выясняли уже в нашей прошлой беседе. Приятно так приезжаешь куда-нибудь в Самару или в Уфу, или в Нижний Новгород. О, наш автор там висит тоже. Сразу родной музей вспоминается. А с чем картинная галерея приходит как подразделение музейно-выставочного комплекса? Новых картин вы там нам не выставите? Каких-нибудь из запасников они же есть? Уже выставили. Мы уже подготовили в подарок жителям и гостям, которые приезжают в наш замечательный округ. Мы встречаем к празднику, к 400-летию новое полотно. Достали его, свежили. И вот тут мы останавливаемся во второй части. То есть есть новое полотно, потому что мы об этом рассказываем. Напомню, что сейчас мы уже даже обсуждали это в наших давних программах. Очень популярна презентация одной картины или триптиха, или в общем, не полностью иногда выставка, а вот что-то такое, такой бриллиант достается, и вот под него выстраивается вся история. В второй части мы об этом расскажем. А в целом, картинная галерея, потому что сколько раз вы приходили, столько мероприятий. Народ посещает хорошо сейчас? Да. Да, очень. Удалось выстроить эту культурную очередь, скажем? Да, выстроили, и еще идем дальше. То есть мы хотим еще больше. То есть то, что мы охватили, нам мало. Сейчас мы планируем намного больше, и осталась вот эта задумка привлечь именно вот эту молодежь капризную, современную, многогранную. Вот эти личности, которые все утекают в Москву. Вот они у нас есть здесь. А вы хотите их выковыривать из Москвы и возвращать к нам сюда? Да. Или чтобы не утекали? Да, конечно. Это же наше. Кстати, многие те, кто в Москве, они же живут здесь. Вот мы общались и с главой, и с депутатами, и самыми разными, и чиновниками, и деятелями культуры. Вот есть ощущение, но по крайней мере хочется в это верить, что если раньше люберцы воспринимались как исключительно спальный район, то есть приехал и упал сразу, встал и уехал опять в Москву. То есть Москва как центр всего, в том числе и каких-то там вечеринок, культурных мероприятий, то сегодня есть такое ощущение, что и благоустройство территории, которая тебя окружает, ты уже начинаешь смотреть, в какой цвет у тебя подъезд покрашен, и какие-то спортивные снаряды, и красиво сделанный газон, и, конечно же, культурная часть. Потому что у Люберец, ну, я ведь тоже делаю кино, и я знаю, что материалов, с одной стороны, мало, видеоматериалов, но очень много именно вот краеведческого такого, что можно пощупать и узнать. Поэтому я так понимаю, что всё-таки люди пошли, именно жители Люберец, которые поняли, что необязательно в Москву надо ездить за культурой. Да, вот так же, к примеру, та же самая ночь в музее. Вот мы её ожидаем сейчас, а если сравнивать ещё два года назад, люди приходили, они так осторожно, говорят, ой, а мы не знали. Что у нас есть, что у нас есть, и что так интересно, и такие программы. Мы думали, там, посмотрим музей, и всё. А вот вам и театр, и мастер-классы, которые не просто, да, там, бумажечку что-то сделать. Ну да. А прялка, чего стоит? Одна прялка старинная, да, там, 18-19 век, ты можешь сам это сделать, это же потрясающе. Это вообще очень здорово, почему? Потому что когда вот начинаешь... Я был на заводе, который делает эти глиняные... Невозможно оторваться. Да. Всё хочется вот это лепить, лепить, и понятно, что оно получается, конечно. И в прошлом году уже в сравнении было намного больше людей, и в этом году, конечно, мы ожидаем... Приток. Приток большой, и для нас это будет крайне приятно. Вот прям хочется сказать фразу, я думаю, вы поймёте меня правильно, проведём эту ночь вместе. Ночь музеев. Да. Что будет на ночь музеев, Татьяна, ещё скажите, помимо картинных галереев? В этом году нам задали следующую тему для проведения ночи музеев. История и истории... Ух ты. Я думаю, что в преддверии как раз празднования 400-летия и года 400-летия нашего городского округа Люберцик, это как никогда актуально. Поэтому мы будем... Сможно выкопать такие истории из истории. Да. Да. Но у нас большая, обширная программа на эту ночь. Какая-то часть программы начнётся днём, кто не сможет нам посетить нас в вечернее время. Это будет и встреча с художником, у которого большие масштабные полотна исторические. Будет рассказана история об истории создания картины и об исторических полотнах, которые... Это у нас будет в 12 часов дня в картинной галерее. Потом будет мастер-класс от этого художника. Он с натуру будет рисовать. Можно посмотреть, как же это на самом деле создаётся. Это для тех, кто вечером не сможет к нам прийти. А так у нас программа начинается в Малаховском музее с 4 вечера до 8 она пройдёт. А на улице Звуковой начнётся в 6 вечера и закончим мы в 23.00. Ну, прямо ночь. А гостей и жителей города нашего ожидает музейное расследование. Да. История по истории Люберец. Такой квест. Да, сейчас говорят игра уже, не квест, а игра, да. Да, надо играть, да, да. Наших гостей ожидает спектакль. Какой, а кто что-то спектакль? История будет рассказана одна чудная баба, Нина Садур. Приезжие артисты будут показывать нас спектакль. Начнётся он в 7 вечера в картины и галерее. Картины у вас, да? Среди картин. Да. Прекрасно. Дальше мы расскажем о истории и секретах владения веера. Как на балах можно было передать информацию тому или другому человеку, не прибегая к помощи разговоров, а только веера. Так показать. Это интерактивная такая вещь, мы вам не только расскажем, но и вы сами попробуете принять участие в переговорах. Да, это очень интересно. А дальше у нас ждёт также опять история, мифические и реальные истории музейных предметов. Очень интересно. Это у нас будет премьера экскурсии, которую мы хотим в дальнейшем также предлагать нашим гостям и жителям, в которых будет рассказана история о каких-то определённых предметах, которые таят за собой огромный пласт большой. Я прям чувствую какое-то таинство, уже даже так начинаю так куда-то всплывать. Вот в 9 вечера мы приступим к этой истории. Как это, в тёмной комнате стоял тёмный-тёмный. Очень интересная экскурсия, я считаю, потому что подходишь к какому-то простому, ну, стаканчик, стоит обычный стаканчик, написан там просто год. А что он за собой влечёт? Как свидетелем каких событий? Например, гибели там трёх тысяч людей, он был свидетелем или стал причиной гибели этих трёх тысяч людей? Ну, вот я, кстати, вот по поводу стаканчика, вы напомнили, был в Таганроге, в домике Техова, и там стоит такой чашечка его, из которой он кофе пил. Казалось бы, да, такой маленький элемент, который... А ведь это такой предмет, с которым человек проводит, ну, как минимум, всю жизнь. Потому что с утра по Пилковичу, там, днём по Пилковичу. То есть это реальная часть его жизни. Вот это для музейных. Почему, например, во многих музеях мира, да, выставлены не просто даже вот, ну, скажем там, экспозиции посуды и так далее. Вот я не всегда, например, мне экспозиция посуды может заинтересовать. А вот детали, что это кому-то, чего-то принадлежало, даже не обязательно какой-то персоне, когда ты видишь за этим некую человеческую историю, это всегда очень интересно. И то же самое, опять же, возвращаясь к картинной галереи, потому что Анна давно молчит, да? А ведь на картинах тоже очень многие предметы прорисованы, натюрморты и так далее. Или, например, если история там какая-нибудь у ваших конкурентов «Девочка с персиком», да, вот там всё уже про эту картину известно. И про девочку, и про стол, и про дачу, и про сам персик и так далее. То есть я к чему веду? Что музейная работа – это ещё очень ценно с точки зрения точечных деталей. И когда у них есть тайны, и вы их будете раскрывать, это будет очень интересно. Тем более напомню, что во второй части у нас ещё история о какой-то картине, которая нас интригует до сих пор. Анна, скажите, а детский какой-то вариант «Ночи музеев» или «Молодёжный» присутствует? Или оно всё вместе переплетено, семейное? Как это будет? Оно всё вместе переплетено. Папа, мама и я – здоровая художественная семья. Конечно, мы обратили внимание, что, в принципе, с маленькими детьми приходят и остаются до темна. Вот в прошлом году, когда был у нас мастер-класс на прялке, у нас дети не могли вытащить маму домой. В этом году мы решили, вот в продолжении разговора Татьяны Юрьевны, у нас будет мастер-класс от «Пера до ручки». Наша мастерица Ольга Николаевна, заведующая Крыльевическим музеем, при свечах, именно в тёмном зале, среди выставки, посвящённой как раз этому всему ремеслу, творчеству, будет показывать людям, давать возможность самим, попробовать написать именно перьями. Ага, скрипеть. Скрипеть, да. Ночью они будут скрипеть. Как все будут говорить, боже мой, ничего не видно. Как они жили, эти люди-то? Ну вот, мы хотим полностью окунуть людей в то пространство. Преконструкция называется. Да, машина времени. По картинной галерее, вот для молодёжи, которую мы приглашаем на днём услышать истории, мы не просто хотим, чтобы люди послушали эту историю. Дело в том, что у Ильи Лосенкова потрясающе интересные полотна. И мы воссоздадим движение картин. То есть предметы, о которых вы говорили, которые делают акцент, которые специально вырисовываются, не выйдут из полотен. И гости смогут не просто рядом сфотографироваться с полотном, или вот как-то просто сфотографироваться. Это фактически 5D. Да, они смогут съесть и воссоздать это полотно. Понятно. Ну, сейчас сделаем небольшой перерыв. Татьяна, единственное, что скажите, давайте ещё раз напомним. Ночь музеев, где, чего, во сколько начало, чтобы народ не забыл. 20 мая, в субботу, мы ждём всех желающих на Ночь музеев. В Малаховском музее истории культуры посёлка Малаховка с 16.00 до 20.00. А в Люберецком краеведческом музее картины и галереи мы ждём первая часть 12 дня до приблизительно 4.00. Первая смена. Первая смена, да. И вторая смена с 6.00 до 23.00. Ну вот, прекрасно. Делаем перерыв, а потом что же за картина появится. Это интересно. Ну и поговорим о 400-летии городского округа Люберца. Как же нам без музейно-выставочного комплекса? Это же ваш непосредственный хлеб. Да. Делаем небольшую паузу и возвращаемся. Напомню, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пимненко. У нас в гостях наши старые добрые друзья, директор музейно-выставочного комплекса городского округа Люберца Татьяна Крюкова и заведующая картины галереи Анна Ехира. Татьяна, я знаю, что от дня музея, как мы уже выяснили, до ночи музея много всего происходит. О картине мы сейчас расскажем. Мы в перерыве провели огромную работу, чтобы представить вам максимально интересный этот проект. Что-то у вас ещё будет какое-то специальное мероприятие, которое уже началось, уже идёт. Да. До 30 ноября. Вчера, в Международный день музея, в музейно-выставочном комплексе, было открытие очень интересной выставки «Инженерный гений возрождения». Это многосоставная, так скажем, выставка, на которой можно увидеть творчество Леонардо да Винчи. Где-то я видел. Откуда-то к вам приехала эта выставка? Да, с Волоколамского Кремля нам привыла часть выставки. Не вся она была представлена именно так. У нас она дополнена интересными экспонатами, собрана. Можно посмотреть механизмы машины, выполненные в 3D. техники с... То есть часть медийная будет ещё, да, сопровождение? Да, 3D будет. Ну, они выполнены на 3D-принтере, эти машины по эскизам Леонардо да Винчи, но дополнены 3D-реальностью, где можно посмотреть, как они анимируются, и даже сфотографироваться с ними. Это где будет, давайте напомним? Это будет в Люберецком краеведческом музее. Проходить выставка до 30 ноября. Как много у вас ещё было. Также можно будет на этой выставке увидеть полнообъёмную, полноразмерную копию Леонардо да Винчи «Тайные вечери». Это картина, которая до сих пор не даёт покоя. Сколько фильмов, сколько книг, сколько толкований. Можно прийти посмотреть и сопоставить, какого же она габарита, каких она размеров. Также эту выставку могут посетить у нас люди с ограниченными возможностями по зрению, потому что она дополнена специальными экспонатами, которые можно будет потрогать, ощутить и понять, чтобы информация была донесена. Получается, выставка будет до конца ноября, фактически до зимы. А также у нас там представлены документы, книги, имеющие такую значимость. Инженерные. Да, очень интересно. Приходите, потому что я много езжу, и мне попадалась эта выставка в разных, видимо, вариациях. То есть она существует. Я так понимаю, что-то добавляется. И Леонардо да Винчи там это, я не скажу, что знаем, но знаем, что он есть. Но не все, например, до конца понимают, когда, например, куда-нибудь Пушкинский музей или где-нибудь Верментажи вдруг появляется. Редко сейчас, правда, это происходит. Но что-нибудь с Леонардо да Винчи, то все аж прям трясутся. Поэтому это такая культовая фигура. А тут можно посмотреть именно с точки зрения развития. Потому что мало кто помнит, что скончался Леонардо да Винчи во Франции, куда его король Французский I пригласил. И он, в общем-то, его пригласил для того, чтобы он построил дворец для мамы короля. Но вот Леонардо так и скончался. И, кстати, Мона Лиза там-то и осталась. А потом ее попытались перевезти во Францию. Вообще-то это целая история. Извините, что я так, время краду. Почему? Потому что любим мы музей. Любим. И теперь пришло время от Леонардо да Винчи перейти уже к нашему художнику. Правда? Раскрываем тайну картинной галереи. У нас не хуже. На самом деле, вот среди собрания, вот у нас есть, да, любимец, у нас есть бриллианты. Я считаю, что данное полотно – это наш изумруд. Честно. Переливающийся такими потрясающими красками. Мы представляем в этом году, в этом юбилейном году никого иного, как Владимира Егорьевича Маковского. Потрясающее полотно. Одного из двух братьев знаменитых. Да, знаменитый вообще на самом деле человек, он уже свое полотно первое написал в 7 лет. И он выдающийся художник-передвижник. У него есть большое количество полотен, оно по всему миру. В Третьяковской галерее в обязательном порядке. У нас представлено именно стадо в полдень. Потрясающие краски, цветопередача как самих коров, так и зелени. Сейчас этого же не хватает, этой реальности, да? Да, да, да. Посмотреть, как это было. Да, вот. Очень интересно, всех приглашаю, всех посмотреть. А как будет это происходить? Потому что это же получается такая выставка одной картины, или как? У нас зал одного полотна. Мы специально под передвижников открыли зал. Так, и как-то можно посмотреть поближе подойти. Просто приобретается билет. Так. У нас есть и комплексно на всю галерее. Есть, может, выбрать зал. И вот вы сразу про деньги. Сразу про деньги. А я про... Есть бесплатные, конечно, дни. Я немножко не про это. Как это все выглядит. То есть картина висит, да? Картина висит. Это отдельный зал. Там можно находиться одному, никто не мешает в это время. Там затемнено, подсвечено только исключительно полотно. Сейчас уже подготовлен видеоряд. Люди могут узнать, конечно, послушать, посмотреть на другие его полотна, помедитировать возле картины. Неограниченное количество времени. Ну, до семи вечера. Я хочу сказать, что добавить просто, что картины братьев Маковских, вот есть еще Константин, да, они оба как бы к передвижникам относятся. Их, они есть в российских музеях, но ведь каждое полотно – это изумруд, правильно? Оно уникально, поэтому 400-летию городского, это же специально к 400-летию вы делаете, да? А я так понимаю, а где оно раньше-то было? Это все хранится, нет, это все хранится в фонде Краеведческого музея, в фонде музейно-выставочного комплекса. Некогда еще до открытия картины галерии, до ремонта музея, вот люберчане могут вспомнить, был отдельный зал, где были представлены все передвижники с коллекцией мебели французской. Но вот после ремонта мы решили, что интереснее же, когда… По частям. Да, по частям, и картины не мешают друг другу, на самом деле, потому что у него каждая просто потрясающая, да, каждый бриллиантик в нашей коллекции. То есть бриллианты будем выставлять по очереди? Не будем сразу создавать бриллианты, выхаживающие. Чтобы красота других полотен не затмевала друг друга. Да, а вот, Татьяна, скажите, вот как директор всего комплекса, это пользуется вообще популярностью, вот когда что-то одно. Ну, обычно приходишь в музей, и бывает такое, или в картинную галерею, ну, или в часть там, где много всяких стоит, и ты где-нибудь через полчаса у тебя уже начинает немного кружиться голова, потому что и то хочется посмотреть, и то. И вот как в Эрмитаже, например, там пока до голландского зала дойдешь, ты уже, а уж Леонардо, кстати, Дайвинчер там в конце, ты уже к нему подходишь вот так, вот, здравствуй, Леонардо, я дошел, вот. То есть это сейчас такая мода, или это действительно такой подход, что мы берем одно полотно и позволяем людям вот окунуться в его исключительную атмосферу? С нашей стороны это подход. Это вызывает двоякое отношение к нашему подходу. Кто-то говорит, а что вы сразу все не выставили, что вы прячете? Да, мы все-таки категоричны в нашем подходе и считаем, что великие произведения должны, ну, как... Каждому отдать дать. Да, поклониться, увидеть... Когда в совокупе ты смотришь, ты можешь не увидеть тех нюансов, которые художник передавал. Вот до этого у нас висел Юрий Юрьевич Клевер, да? Да. Все приходили и отмечали, что картина почти 3D. Вот если бы это было в общей массе, может быть, люди не заметили, но люди, говорю, начинают подмечать то наедине, понимаете, остаться тет-а-тет наедине с искусством. Что еще запланировано? Я так понимаю, что много еще в планах глобальных, но, смотрите, ночь музеев пройдет, проведем ночь вместе, как я уже сказал, а потом раз-два, лето, ну, летом понять. Вот, нет, летом тоже есть. Что? И не просто, а у нас есть проект. Какой? Буквально созданный. Не уезжайте, оставайтесь с нами. Да, конечно, да. Вот именно мы взяли знаменитую строчку из песни «С чего начинается Родина». Так. И в преддверии вообще такого замечательного праздника нашего, Дня Петра и Февронии, откроется выставка совместная, этот проект музейно-выставочного комплекса Союза художников Подмосковья, Института традиционно-прикладного искусства города Москвы и Детского дворца юного творчества. Вот мы вчетвером. И поделки какие-то увидеть. Там не просто поделки, а там народное наше исходное мастерство. То есть стены облачат красиво наши художники, дополнения к ним будут, прекрасные изделия, это и броши, и украшения, и шкатулки. Можно было даже окупить? Можно? Я думаю, что нет, но мы договоримся. Платье не только с народными, да, вот как орнаментами, но и цветочными, современными. А, то есть перетекание времен? Перетекание, но это вот именно сделано с народным нашим чувством таким. И, конечно, мы приглашаем всех на открытие этой выставки, будет потрясающе красиво, интересно. Нам обещали что-то невероятное в мире мода, а именно показ, выступление замечательное и хореографии, и песни. То есть будет вау. То есть мы летний сезон откроем вау. Понятно. И действительно, как вот Владимир Владимирович Путин, у нас был же год народного прикладного искусства, мы его продолжаем. То есть у вас, ну да, оно наружу искусства никуда не девается. Ну, конечно, особенно вот сейчас, когда требуют совершенно с запада другого, мы будем настаивать на своем. На своем, понятно. Татьяна, скажите, а что еще глобально, вот, ближайше, до осени? Я так понимаю, что много мероприятий вообще будет проходить осенью, ну, когда все вернутся из летнего, так сказать, периода, да? Много всего готовится? Что-то в разработке, а что-то уже... Конечно, уже стартовал проект, мы проводим экскурсии, специально разработанной экскурсии по 400-летней истории нашего городского округа Люберцы. Будут выставки специальные, связанные к 400-летию. А также мы буквально вчера открыли, как... Стартанули. У нас вчера стартовал проект для художников и также всех желающих, которым жителей и гостей, кто хочет принять в этом участие. О котором, наверное, Анна Юрьевна более подробно расскажет, поскольку, так скажем, сам инициатор проведения этого проекта. У нас осталась минута, поэтому каратенечко. Проект называется «Портреты родного города». Это открытый пленэр, где все могут поучаствовать. Вся информация на сайте Любер МВК. Заходите, смотрите. Название характерное. Мы всех будем рады видеть. Плэнер открытый с 18 мая. А что за это будет? Конкурс будет? За это будет... Мы не будем оценивать людей. Мы откроем выставку на День города с видами Люберец, с достопримечательностями, а потом часть работ заберем в фонд музея. И через сто лет наши с вами потомки откроют как фонд. И вместе с Самоковским выставят. Конечно, что-нибудь черкнуть, может быть, вдруг попадет. Там и графика тоже. Вот видите-ка. Да, пожалуйста, всех приглашаю. Огромное спасибо директор музейно-выставочного комплекса городского круголюберца Татьяна Крюкова из заведующей картиной галереи Анны Ехира. И я понимаю, что у вас еще наверняка будут новости, и мы еще наверняка увидимся и летом, и осенью. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пимненко. Готовимся к 400-летию городского круголюберца. Вернее, продолжаем праздновать.